Здравствуйте, меня зовут Селезнева Наталья, я менеджер по развитию бизнеса E-Link, управления телефонии и гарнитуры. Сегодня в рамках вебинара мы поговорим об актуальной линейке профессиональных гарнитур E-Link, а также рассмотрим новинки в серии беспроводных гарнитур. Несколько слов о компании E-Link и о взаимоотношениях с ней компания Pimatic. Компания E-Link – это китайский производитель, штаб-квартира находится в городе Симы. Образовалась компания в 2001 году, а в 2005 году вошла в портфель бренда в компании Pimatic. Pimatic является платиновым дистрибьютором компании E-Link. Компания Pimatic продает все доступные линейки оборудования E-Link на территории РЭП и других государств, в которых у нас есть обособленные подразделения. Компания E-Link – это высокотехнологичная компания. Какие тезисы говорят об этом? Это высокие инвестиции в бюджет. Ежегодно компания E-Link тратит порядка 150 миллионов долларов на развитие телефонии, ВКС, и теперь уже примерно 30% приходится на развитие профессиональной гарнитуры. Численность штата сотрудников компании E-Link, примерно 50%, составляют технические специалисты РНД-центра. И это позволяет, соответственно, отслеживать тенденции рынка, анализировать линейки оборудования конкурентов и предлагать новинки для рынка от компании E-Link. Более 20 лет опыта работы с аудиотехнологиями у компании E-Link, более 8 лет опыта работы с беспроводными технологиями. Несмотря на то, что компания E-Link с гарнитурами работает не так давно, тем не менее, опыт работы с беспроводными технологиями позволил достаточно быстро вывести на рынок линейку беспроводных гарнитур и расширить значительно саму линейку. Гарантия на оборудование 24 месяца. Действительно, оборудование очень надежное, и это позволило производителю дать такую гарантию. Партнерская программа разработана для партнеров на российском рынке для того, чтобы партнеры попробовали и оценили возможности работы с производителем и удобством. И еще один такой немаловажный факт – это то, что компания E-Link произвела более тысячи замеров параметров голов для того, чтобы создать одни из самых удобных в ношении и в использовании гарнитур. Профессиональные гарнитуры E-Link делятся на два класса – проводные и беспроводные. Проводные гарнитуры подключаются через USB-порт и также через RJQD. Беспроводные гарнитуры делятся на гарнитуры, подключаемые по DEC-стандарту и по Bluetooth-стандарту. Обращаю ваше внимание, что для гарнитур серии UH-36, UH-34, WH-62 мы предлагаем как аксессуары или как расходные материалы дополнительно приобретать амбушюры. Амбушюры продаются в поролоновом исполнении и в премиальной эко-коже. Соответственно, эти аксессуары всегда доступны у нас на складе. Сегодня в рамках новинок мы поговорим о модели проводной гарнитуры, подключаемой через USB-UH-37. В беспроводных DEC-гарнитурах у нас появляются новинки WH-62 Dual Portable и WH-63 Dual Portable. А в беспроводных Bluetooth-гарнитурах мы поговорим о новинках BH-71, BH-71 Pro и Workstation BH-71, BH-71 Workstation Pro. Начинаем с профессиональных проводных USB-гарнитур. Проводные гарнитуры делятся на два сегмента, подключаемые через USB-порт и подключаемые через QD и RJ-9 гарнитуры. На данном слайде представлены гарнитуры по степени премиальности снизу вверх. И они подразделяются на три класса. Начальный класс, базовый, так скажем, средний класс и продвинутый. В USB-гарнитурах начальный класс представляют гарнитуры модель UH-34, в среднем классе UH-36-37 и в продвинутом классе UH-38. В классе UD и RJ-9 гарнитуры также представлены начальным, средним и продвинутым уровнем. Начинаются с начального класса, это YHS-34 в среднем, YHS-34 в среднем и YHS-36 в продвинутом уровне. Все гарнитуры выпускаются в муанауральном исполнении и в бинауральном исполнении. Это то, что я сказала, что как раз имеется подразделение на базовый, средний, продвинутый уровень. И в линейке в среднем уровне идет постепенная смена модели с UH-36 на UH-37. Сегодня мы сделаем акцент на модели UH-37, которая будет представлена для рынка уже в ближайшее время в доступности и в достаточных количествах. Начинаем с начального уровня линейки проводных гарнитур UH-34. Гарнитура представлена в форм-факторе с силиконовым таким оголовьем. Амбушюры легкосъемные из поролона или эко-кожи. В зависимости от того, к чему будет отдано предпочтение, в микрофоне уже имеется шумоподавление. Микрофон с шумоподавлением легко надевается, легко используется. В гарнитуре среднего уровня UH-36 используется премиум-отделка. То есть там уже изначально идут амбушюры из эко-кожи и несколько другой форм-фактор. Форм-фактор с серебряной чашей и на микрофоне тоже серебряная отделка. И разъем 3,5 мм. Это основные отличия. В амбушюры представлены поролоновые и из эко-кожи, качественная отделка, качественные материалы, дышащие материалы, легкая конструкция и легко заменяемые амбушюры. Средний класс, средний уровень представлен гарнитурой модели UH-36. По-своему уникальная модель. В ней два вида подключения через USB-порт и через разъем 3,5 мм mini-jack. Благодаря тому, что есть USB-порт, можно подключать данную гарнитуру к любым USB-устройствам, будь то моноблок, ноутбук, системный блок или же сам телефон в случае наличия USB-порта. Если уже подключается через разъем 3,5 мм mini-jack, то можно подключить к планшетам, к телефонам, в которых есть этот разъем. Дизайн и управление достаточно удобные. Легкие амбушюры, так скажем, легким движением руки скручиваются до характерного щелчка и точно таким же образом меняются. На пульте управления имеется кнопка принятия и завершения звонка, кнопка отключения микрофона и кнопка вызова голосового помощника в зависимости от того, что требуется. Боковая панель представлена качелькой для увеличения и уменьшения звука для громкости настраивания. Модель USB гарнитура UH-37, она параллельно сейчас начинает поставляться с все еще продаваемой моделью UH-36, уникальна в своем роде. Сейчас хочу показать вам ее. Подключается через USB-порт, премиальное качество отделки, сразу же идут премиальные эко-кожаные амбушюры, микрофон, который поворачивается. И благодаря этому можно носить этот микрофон, эту гарнитуру надевать налево или на правую сторону. Где возможно использование этой гарнитуры? Гарнитуру возможно подключить также в любом офисе, в любом хоум-офисе, в любом месте, где есть USB-устройство, через которое можно подключить USB-карнитуру. Поставляется в моноуральном исполнении и бинауральном исполнении. В данной гарнитуре использована технология шумоподавления, так называемая Акустик Шильд, с двумя микрофонами. О чем это говорит? На самом микрофоне, вот здесь вот располагается, на самой гарнитуре, на штанге гарнитуры располагается микрофон один, и на самой гарнитуре располагается на чаше уже второй микрофон. Благодаря грамотному расположению микрофонов создается шумоподавление. Один микрофон ловит голос, а другой микрофон ловит фоновый шум, и благодаря этому легче давить посторонние шумы. Снижается фоновый шум на 15-20 дБ. Эргономика данной гарнитуры также отличается от своей предшественницы. У нее увеличены динамики с 28 до 35 мм. Она действительно легкая, по сравнению с 36-й гарнитурой, она имеет облегченную конструкцию и на 15% легче, чем предыдущие. Очень мягкие амбушюры, действительно, прям очень мягкие, их трогаешь и испытываешь прям нереальное какое-то удовольствие. Имеется также динамический эквалайзер для автоматического переключения звука, для автоматического переключения режима между разговором и прослушиванием музыки. В данной гарнитуре представлен встроенный индикатор занятости, то есть во время разговора ваши соседи будут видеть, что вы общаетесь по красному, собственно говоря, маячку, и, соответственно, вас не будут отвлекать. И это эффективно повышает разговор и снижает число нежелательных помнений во время разговора. И в данном случае, в данной гарнитуре имеется возможность привести микрофон в режим mute путем поднятия штанги вверх. Также есть вторая возможность, это просто кнопка включения mute. И микрофон у данной гарнитуры поворачивается на 300 градусов, как я уже говорила прежде, это позволяет использовать эту гарнитуру в одном и другом положении, то есть на левом и на правом ухе она одинаково абсолютно будет удобна. Гарнитура интегрирована с IP-телефонами через USB-разъем, можно подключать к телефонам E-Link. Базовая, так скажем, родная интеграция позволяет управлять звонками, оптимизировать звук, производить синхронизацию громкости и возможность управления несколькими вызовами. Кроме того, гарнитура сертифицирована основными ведущими платформами унифицированных коммуникаций. Что это означает? В то время, когда в настоящий момент не все сотрудники вернулись с удаленного доступа, кто-то не привязан к стационарному месту, к стационарному телефону, люди пользуются различными средствами коммуникации. Через стационарную связь, через мобильную связь, через различные приложения людям необходимо общаться в режиме реального времени, вне часовых поясов, не должна чувствоваться разница. Поэтому все должно быть объединено в единую систему приложений. И данная гарнитура работает, как раз может использоваться в этой интеграции. Если резюмировать коротко по гарнитуре UH-37 преимущества, то можно отметить, что это гарнитура более, так скажем, продвинутого уровня. В ней уже есть два микрофона с шумоподавлением, что передает качество звука значительно лучше. Используется премиум-отделка, мягкие амбушюры из эко-кожи, легче своего предшественника. И это говорит о том, что в течение длительного времени эту гарнитуру можно носить, скажем так, не замечая даже ее. Присутствует индикатор занятости, и при поднятии штанги микрофона происходит режим включения без звука. Большие динамики. Следующая гарнитура продвинутого уровня в серии проводных гарнитур – это гибридная гарнитура, включаемая через USB и Bluetooth, UH-38. Данная гарнитура очень интересна и позволяет заказчикам воплотить сразу использование гарнитуры при помощи USB-устройства, если необходимо подключить ее к компьютеру, ноутбуку, к телефону через USB-порт или же к телефону через Bluetooth. На данной гарнитуре идут очень мягкие амбушюры. Каждая из амбушюр, собственно говоря, отражена непосредственно на правой и левой стороне, то есть невозможно перепутать левую на правую или обратно надеть. У данной гарнитуры поворотная штанга, то есть можно поднять и привести в режим U, также отключить звук. И, кроме того, у данной гарнитуры есть Bluetooth-модуль, который позволяет использовать этот модуль для принятия звонка, если поступает звонок с телефона при нажатии режима, при нажатии кнопки телефона или, наоборот, при получении сигнала с компьютером. К данному Bluetooth-модулю подключается кабель USB, его можно отключить, и поскольку непосредственно на самом модуле Bluetooth имеется прищепка, то ее можно, в принципе, прикрепить на одежду, что достаточно удобно, и в таком виде слушать музыку, отходить от рабочего места и выполнять, собственно говоря, режим передвижения, когда руки свободны и необходимо действительно отлучиться. Для управления USB-устройствами E-Link разработала специальную программу E-Link USB Connect. Программа позволяет видеть и управлять все USB-устройства, это не только гарнитуры, но и спекерпоны, веб-камеры, позволяет подключать дополнительные настройки, отключенные на самих устройствах. Как в последующем я расскажу о гарнитуре с BH76, где один из режимов принудительно выключен, и его можно включить в самой программе. Данная программа позволяет отслеживать обновления, отправлять тест сообщения администраторам, и она абсолютно бесплатная, ее можно скачать с сайта E-Link по следующей ссылке. Сравнение проводных гарнитур E-Link здесь проведено для того, чтобы показать, что любой из конечных заказчиков сможет выбрать для себя подходящую по тем или иным критериям гарнитуру, начиная от самой недорогой и заканчивая премиальной гарнитурой в проводном сегменте, так скажем, которая представляет возможность подключения через USB, через Bluetooth и USB. Переходим к проводным гарнитурам, подключаемым через QD и RJ-9. Модели будут рассматриваться в IHS-36, IHS-34, IHS-34 Lite. По большому счету, модели, скажем так, по самим гарнитурам, по форм-факторам повторяют несколько гарнитур, подключаемые через USB порт. Они уже имеют также встроенный микрофон с шумоподавлением. Конструкция этих гарнитур такая же легкая. Амбушюры используются из поролона или эко-кожи. И эти амбушюры легкосъемные. То есть их можно менять достаточно просто. Амбушюры всегда в наличии. Проводные гарнитуры среднего уровня отличаются от начального уровня только форм-фактором, более расширенное оголовье. И сама чаша гарнитуры представлена в серебристом, так скажем, оттенке. И наконечник гарнитуры тоже имеет такой цвет. Беспроводные. Следующий сегмент – это беспроводные гарнитуры Bluetooth уровня. Bluetooth класс. Bluetooth гарнитуры серии BH7. Они представлены гарнитурами, моделями BH72, BH72 Lite и BH76 в продвинутой серии. Гарнитуры идут в черном и светло-сером исполнении. В данном случае у меня черное исполнение. Гарнитуры представлены с заряжаемой при помощи кабеля и с беспроводной зарядкой. Нужно отметить, что беспроводная зарядка со стандартом UI позволяет заряжать любые устройства, поддерживаемые этот стандарт. То есть это телефоны, смарт-часы и другие устройства. Но нужно отметить, что гарнитура BH72 Lite не поддерживает беспроводную зарядку. Беспроводная зарядка представляет собой более эстетичный вид. Точнее, она позволяет отсутствовать большему количеству проводов и быть представленным каотичному месту. В серии BH72, BH76 имеется выдвижной скрытый микрофон. То есть во время поступления звонка выезжает магнитная направляющая. Мы вынули ее и, соответственно, когда разговор прекращается, мы ее убрали. То есть штанга подтягивается внутрь таким легким движением. И делает эту модель очень аккуратной, без всяких лишних деталей, когда они не требуются. О зарядке нужно отметить только то, что на ней можно заряжать различные устройства. Она позволяет экономить место и она позволяет работать в долгом режиме разговора. В гарнитуре BH76 используется аудиокодек Hi-Fi уровня APTX. Этот аудиокодек обеспечивает чистый качественный звук с минимальными искажениями, низким уровнем шума и точной детализацией звука. Также в гарнитуре BH76 представлена интеллектуальная динамическая система Active Noise Concellation, которая включает четыре режима. Средний, высокий, прозрачный и полностью прозрачный. На самой гарнитуре можно включить три уровня шума. Четвертый уровень шума. Он включается через приложение, о чем я говорила прежде. Если резюмировать коротко о Bluetooth гарнитурах, можно отметить, что в данной серии использована технология E-Link Acoustic Shift. Несколько микрофонов с шумоподавлением. В модели BH72 два микрофона с шумоподавлением. В модели BH76 пять микрофонов с шумоподавлением. Используется аудиокодек Hi-Fi уровня APTX. Динамики датской компании Oli Wolf. Данная компания как раз знаменита тем, что они разрабатывают очень качественные динамики. Применяется интеллектуальная четырехуровневая динамическая система. И также присутствует система обнаружения ношения. В случае, когда необходимо снять гарнитуру, звук останавливается. И в случае, когда необходимо надеть, звук продолжается, звук начинается. Это позволяет экономить аккумулятор. Еще хотелось бы показать вот такую сумочку из премиальной Эко-кожи. Здесь уже внутри имеется такой свисток, который интегрируется напрямую с гарнитуры. И позволяет подключаться через USB-модуль. Удобно убирается и компактно переносится в случае необходимого перемещения. О новинках поговорим. Новинки в Bluetooth-карнитурах. Мы ожидаем в ближайшее время, скажем, в ближайшие – это полгода. Потому что для гарнитур такого уровня полгода – это минимальный срок. Поступление моногарнитуры BH-71. Данная гарнитура будет представлена в четырех исполнениях. Гарнитура BH-71 будет представлена в виде самой гарнитуры и кейса без встроенного аккумулятора. Следующая модель – это BH-71 Pro, где уже к дополнению к первой гарнитуре будет встроенный заряд, зарядный аккумулятор и Bluetooth-адаптер. Рабочая станция, которая представляет уже полноценную замену рабочего такого места вместо, например, офиса. Это может быть домашний офис. И BH-71 Workstation Pro – это уже прям такая мобильная станция, которую можно применять для увеличения эффективности работы. Представлена гарнитурой, рабочей станцией, зарядным кейсом, о чем я расскажу позже, и Bluetooth-адаптер. Где можно применять? Применять можно в эту гарнитуру в любом месте, где необходимы свободные руки, где необходимо высокое шумоподавление и где есть необходимость достаточно долгого отсутствия без подзарядки. Ну и как пример, наверное, можно привести здесь вылет, например, в город с протяженностью 7-8 часов. Нет возможности подзарядки. И в данной гарнитуре как раз учитывается то, что можно будет произвести подзарядку несколько раз. Чем отличается данная гарнитура? От своих более, так скажем, дешевых конкурентов в непремиальном сегменте. В данной гарнитуре есть 4 микрофона с шумоподавлением. И это обеспечивает очень качественную передачу звука. Микрофоны располагаются на штанге достаточно равномерно. И фоновый шум устраняется благодаря этим микрофонам очень хорошо. Соответственно, гарнитура заряжается в кейсе один раз. И сам кейс способен дважды еще дополнительно подзарядить эту гарнитуру. При условии того, что часовая неделя составляет 40 часов, а здесь представлена возможность подзарядки 30 часов, это почти полноценная рабочая неделя. Ну и плюс ко всему все равно гарнитура устанавливается в зарядный кейс и дополнительно подзаряжается. И все это вместе дает новый уровень автономности. Плюс эта гарнитура настолько легкая, невесомая. Мне как бы пришла в голову идея для того, чтобы сравнить эту гарнитуру. Я зашла в магазин и посмотрела, какие возможно предложить для сравнения конфеты. И вот я нашла такую конфету, называется «Кулливер». Она очень легкая, вы не представляете просто. Размер этой гарнитуры по весу равен размеру этой конфеты. Гарнитура BH71 может быть представлена в виде рабочей станции. Это полноценная рабочая станция с USB-хабом, которая позволяет подключить USB с возможностью отсутствия хаотично разбросанных USB-проводов на рабочем столе. Здесь есть возможность беспроводной зарядки для смартфона, то есть дополнительно ко всему это позволяет заряжать телефон. Также есть два USB-разъема, позволяет подключить или телефон, или ВК, или ноутбук. И плюс подключение по Bluetooth-соединению. Спикерфон для громкой связи и сенсорный экран 3 дюйма для того, чтобы управлять настройками. BH71 гарнитура может эксплуатироваться, носиться на левом и на правом ухе, как будет удобно для пользования, возможностью поворота крючка. Кроме того, гарнитура, благодаря тому, что у нее крючок подъемный, может сесть на любое ухо, может использоваться на любом ухе. Большое, среднее, маленькое. Благодаря именно тому, что раздвигается вот этот крючок, гарнитура очень комфортно садится на любое ухо. Ну и повторюсь, что сверхлегкий дизайн, всего 18 грамм. Переходим к беспроводным декад гарнитурам. В данной серии представлены гарнитуры WH62-63. Делятся они на рабочие станции и сами гарнитуры. В новинках мы сегодня рассмотрим гарнитуру WH62-портабл и WH63-портабл. Сфера применения. Где применяются гарнитуры DECT? Там, где необходимо перемещение на достаточно большие расстояния. Как пример, это склады могут быть, где одна машина, например, которая ездит за тканями, привозит ткани в зону выдачи. И в это время, когда передвигается родитель этой машины, он одной рукой держит телефон, другой управляет, в принципе, рулем. И здесь как бы не совсем удобно и небезопасно. Второй момент, второй вариант использования таких гарнитур – это авторитейл. В случае на практике забирала выходные автомобиль из сервисного центра, из известного. Нужно было из зоны сервиса перегнать в зону гарантийного обслуживания. И вместо того, чтобы надеть удобные наушники, собственно говоря, передвигаться по зоне перемещения автомобиля, менеджер звонил по телефону, а когда подъехал к шлагбауму, ему необходимо было позвонить там, еще что-то, я увидела, что менеджер склонил голову к плечу. Вот так вот было видно, что может попасть, совершить какое-то такое неудобное движение и может попасть в аварийную ситуацию. Ну и третий вариант использования таких гарнитур – это больницы. Все вы знаете, что в настоящее время идет строительство достаточно больших медицинских учреждений, где необходим переход врачей из одного здания в другое. И, конечно, вариант использования таких гарнитур был бы удобен для врачей, для медицинского персонала. Гибкость беспроводных коммуникаций. Поскольку компания Елин предлагает решение как для использования со стандартом Bluetooth, так и со стандартом Bec, то, в принципе, модельный ряд закрывается достаточно хорошо, но есть различия. Bluetooth гарнитуры применимы для тех мест, где расстояние удаления от рабочей зоны достаточно небольшое – 10, максимум 15 метров. И количество пользователей в этой сети может быть не более 7-8. В противном случае уже идет конфликт внутри сети. Начинает перескакивать с одной волны на другую так мягче. Декарнитуры, они предполагают большое количество подключений пользователей до 200 пользователей и дальность удаления от рабочего места до 160 метров. И это обеспечивает более длительное и надежное подключение самой сети. Соответственно, в организациях, где необходима удаленность больше, чем 10-15 метров от рабочей зоны, необходимо приобретать или рекомендуется приобретать гарнитуру со стандартом DECT. В организациях, где небольшие перемещения и дальность расстояния небольшая, можно использовать Bluetooth гарнитуры. К тому же Bluetooth гарнитуры могут подключаться к нескольким источникам. То есть это может быть одновременно и ПК, и телефон. По стандарте DECT подключение идет только к одному устройству. Универсальная рабочая станция WH66-67 служит для того, чтобы унифицировать, оптимизировать рабочее пространство. С левой стороны слайд примерно такое же состояние на рабочем столе у меня, когда раскидано большое количество проводов от телефона, от компьютера, от мышки, от клавиатуры. Все это так забивает, захламляет стол. И то, что представлено на слайде справа, это то, что можно сделать, можно унифицировать и организовать рабочее пространство более аккуратно, эстетично. И рабочие станции, как раз WH66-67, позволяют это сделать. Рабочая станция 666-67 представлена в виде платформы, на которой имеется уже непосредственно 4-дюймовый сенсорный экран, штанга для зарядки гарнитуры, имеется спикерфон, опционально можно подключить беспроводную зарядку для смартфона. На гарнитуре непосредственно, она, кстати, более, чуть тяжелее, чем 34-я гарнитура за счет того, что у нее уже встроенный режим принятия звонка, микролифт в МЮД, два микрофона, два USB-устройства на платформе и два Bluetooth-соединения. Имеется USB-хаб, к которому можно подключить дополнительные USB-устройства. В данной рабочей станции есть, в гарнитуре имеется индикатор занятости, он также позволяет показать, что человек разговаривает, идет прямой разговор, позволяет настраиваться, его можно настроить, он показывает статус занятости. Ну и плюс опционально можно приобрести световой индикатор, он устанавливается или рядом с рабочим столом, или на мониторе, так, чтобы было видно и в режиме разговора, он также отсвечивает цветом, показывающим, что человек занят. Где можно применять данные рабочей станции, данные гарнитуры? В открытых офисных пространствах, колл-центрах, контакт-центрах. Какие ключевые факторы для того, чтобы использовать эти гарнитуры? Фоновый шум, который мешает достаточно, возможность мгновенного подключения и свободы передвижения. Точно так же для гарнитур WH-66 и WH-67. Использование это в домашних офисах, это персональный офис, рабочий стол. И ключевые факторы такие же, как в первом случае, но возможно организовать удобное рабочее пространство, быстрое переключение между вызовами и как устройство все в одном. Новинки. Новинки представлены в гарнитуре в модели WH-62 Portable, WH-63 Portable. Обе гарнитуры можно перемещать в портативном чехле неопреновом. Гарнитура представлена самой гарнитурой, USB-адаптером, подключаемым, соответственно, в USB-порт, USB-кабелем зарядки для, понятное дело, для зарядки, и защитным чехлом. Розничные цены приведены на слайде, ориентировочные розничные цены. Где рекомендуется использовать данные гарнитуры? Ну, по большому счету, данные гарнитуры можно использовать в любом месте, где необходимо иметь свободные руки, а также где есть возможность перемещаться, то есть свобода перемещения и работа в дороге. Ключевые факторы, опять же, это фоновый шум, возможность подключения, быстрого подключения, свободы передвижения. Зона покрытия в таких гарнитурах составляет до 127 метров. Очень простое подключение при помощи USB-порта или к телефону, или к ПК. И также технология шумоподавления E-Link Acoustic Shield. Ну и нужно отметить, что присутствует световой индикатор занятости. Работа гарнитуры в IP-DECT экосистеме позволяет подключать гарнитуры непосредственно к базовой станции, которая является, собственно говоря, проводником и также зарядным устройством для DECT гарнитуры. При этом гарнитура, подключаясь, получает SIP-аккаунт. Она может работать непосредственно как сама гарнитура, но и может выступать репитером телефонной трубки. В таком случае возможно получать ответы на входящие звонки, также отключаться, возможно набирать последний вызов, удерживать ответы, включать, отключать звук. Какую поддержку осуществляет компания IP-MATIC для своих партнеров? Первое – это то, что компания IP-MATIC поддерживает достаточно большой и складской запас гарнитур не только в Москве, но и в регионах присутствия. Большой демонстрационный зал, откуда я вещаю. Например, сейчас я нахожусь в Москве, здесь у нас представлены интеграционные решения. Призываю вас приходить к нам в гости, приводить своих заказчиков, показывать оборудование, тестировать оборудование. Если вам требуется помощь в подборе оборудования, мы также можем помочь, привлечь технических специалистов, присейл-инженеров. И есть у нас демонстрационный зал в Екатеринбурге, также с представленными оборудованием в виде интеграционных решений. Мы предлагаем приобретать демооборудование на специальных условиях в случае уже нашего сотрудничества с вами. Самый простой способ начать сотрудничество – подписать демообор. Оказываем квалифицированную присейл-поддержку, оказываем маркетинговую поддержку, проводим совместные акции промо, обучаем специалистов, обучаем ссылов, проводим обучение, вебинары и оказываем поддержку в проектах и защиту. В случае, когда мы начинаем с вами сотрудничать, дилерский договор подписан и, соответственно, приглашаем вас участвовать в проектной поддержке, в проектной работе и закладывайте Елинг в проект. На этом все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Будем рады ответить. Редактор субтитров А.Семкин